всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко это наша очередная прогулка по крыму и сегодня мы с вами приехали страну как ты бель друзья планах сегодня посетить дом музей волошина нудистский пляж посмотреть конечно же посмотреть как проходит реконструкция набережных как ты бели и если получится доплыть на том самом кораблике викингов до золотых ворот в общем как всегда будет интересно и полезно но пока не началось это видео обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите свой самый пламенный комментарий но мы с вами начинаем приятной нам прогулки подъехал я со стороны нудистского пляжа как и обещал друзья вот знаменитый холм с которого открывается весь вид на набережную как ты беля а здесь когда-то вообще был дикарь все было абсолютно не обжито здесь отдыхали только нудисты а сейчас конечно же это территория вообще полноценного городского пляжа потому что здесь есть абсолютно вся инфраструктура эти раздевалки спасатель есть грибочки конечно же летом наверняка тут сдавали шезлонги а кстати возможно это еще обусловлено тем что конечно же идет реконструкция видимо людям как ты бели негде отдыхать поэтому были обжиты собственно эти места вот так выглядит и левая сторона этого пляжа заметьте сегодня у нас просто замечательная погода в крыму я с утра вышел на градусники 30 градусов очень очень тепло ну и пока море не остыло люди конечно же еще купаются и загорают впереди мыс хамелеон знаменитый на которой мне не пока нет не покоряется никак красота конечно ну и отсюда начинается знаменитая тропа максимилиана волошина которому мы вернемся еще немножечко позже эта часть пляжа на горизонте знаменитый вулкан кородак который последний раз действовал 130 миллионов лет назад вот так так говорят историки ну и сейчас поднимемся вот туда на холм где стоят люди и посмотрим как проходит реконструкция пляжа в коктебеле дошел я до холма и как вы понимаете холм этот естественно непростой был бы он простой наверное его уже давно бы отсюда снесли а так как он оборудован этой лестницей то это естественно знаковое место для коктебели ну и конечно же я вам об этом сейчас поведаю начну немножечко издалека дело в том что определенное оживление данного населенного пункта ну то есть как ты бели связано с переселением сюда из османской империи крымских болгар в начале 19 века тогда им организовали колонию которая находилась в старом крыму в 1805 году численность населения составляла практически 100 человек а концу 80-х годов 19 века она сократилась почти до 30 человек то есть деревня практически умирала в превращение умирающей деревне процветающий поселок огромную роль сыграл эдуард андреич юнге это был широко известный петербургский офтальмолог профессор медицины и действительный тайный советник выйдя в отставку в начале 80-х годов он решил создать крупное поместье на черноморском побережье для этой цели он скупил все прибрежные земли около исчезающей болгарской деревушке юнге мечтал заняться орошением всей коктебельной долины но его средства на это не хватило и тогда он обращается за финансированием к местной администрации после получения отказа юнге пришлось распродать часть имения под дачные участки так начал формироваться данный поселок было это уже в начале 90-х годов 19 столетия а то что вы видите сейчас это семейный склеп юнге где был похоронен сам он и его два сына которые умерли буквально сразу после его смерти друзья в советские годы этот склеп был разграблен поэтому сейчас осталась только гора которая носит имя юнге ну и соответственно вот эти вот склепы которые напоминают нам о былой памяти поселка мы посмотрим с этой стороны на пляж на котором я буквально пару минут назад находился еще раз повторюсь береговая линия полностью оборудована здесь на самом деле очень много недвижимости видно гостевые дома свежие совсем недавно построены с той стороны точно так же ну и конечно же красивая бухта с видом на мыс хамелеон сейчас мы поднимаемся на холм юнге где конечно же я вам хочу показать основную часть как ты бели во первых обратите внимание с правой стороны строится огромное количество коммерческой недвижимости целый город можно сказать строится строится жилищный комплекс потихонечку вот крым превращается в такой некий краснодар от этого кстати немножечко грустно потому что я был там это что я видел там мне конечно же не совсем понравилось огромное количество человейников никакой культуры ничего все абсолютно все свободные земли застраиваются но крым место популярная популярность растет недвижимость у нас расхватывается как горячие пирожки поэтому есть спрос а спрос рождает предложение ну и вот конечно же основная часть как ты беля основная часть набережная как ты бельска которую наверняка многие из вас помнят я здесь к сожалению не бывал на набережной нет по один раз был это вечером ею практически даже не запомнил какая она была но те кто из вас здесь отдыхали наверняка ее помнят к сожалению мне сегодня не удастся попасть на золотые ворота потому что как вы видите кораблики те самые знаменитые которые туда плавали стоят уже на привале на отдыхе ну ничего значит мы золотые ворота заменим еще какой-то интересный достопримечательности кстати есть два способа попасть на золотые ворота это конечно же сплавать на кораблике а второй способ это пойти на экскурсию по заповеднику кородак по моему стоит она 800 рублей раз в день она проводится начинается нас поселка курортная в 1130 по моему там начинается вы можете зайти вконтакте в группу которая называется заповедник кородак и там постоянно выкладывать все обновления все расписания кстати снизу снизу те самые нудисты ведь они перебазировались немножко вот за забор со стройках видимо отсюда не выгоняют и они здесь с удовольствием отдыхают строительство набережная запланирована на два года было начато но в двадцать третьем году и собственно двадцать пятом должно закончиться насколько это вероятность близко эти цифры близких правде я не знаю друзья мне кажется конечно же это все немножко под затянется возможно до двадцать шестого года но конечно же местное население надеется что все закончится достаточно быстро есть колесо обозрения которая посидимости не работает и где-то 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 за этими домами находится аквапарк знаменитый коктебельский аквапарк вот так вот такая история в коктебеле происходит так сейчас предлагаю отправиться вниз солнце все равно немножко засвечивает и друзья пойти в музей максимилиана волошина давно хотел туда попасть очень знаковое место для творческих людей для тех кто тоже будет искать музей волошина потому что сейчас него подобраться достаточно нелегко нужно искать дорогу по дворам то просто в яндексе набирайте название музея и все дальше едете и вот везде по улочкам будут установлены вот такие вот прекрасные указательные стрелочки мы сейчас как раз на тенах заходим на территорию усадьбы максимилиана волошина ответим ворота в нее и здесь вот файлик где написано музей сразу хочу сказать друзья о том что музей в крыму сейчас переживают все причем все от малого до великого переживают сложный на самом деле период естественно это из-за того что мало туристов из-за того что в целом и местные люди мало гуляют поэтому я в очередной раз всех вас призываю просто хотя бы на выходных посещайте хотя бы какой-то один из музеев не не важно какой-то музей просто посещайте изучайте историю крыма людей которые когда-то здесь проживали это очень интересно поверьте просто мы иногда вот в жизни там в работа у каждого понятное дело дети задачи какие-то и мы просто вот немножко отходим от этой темы забываем о том что есть еще другие вещи интересные жизни на которые тоже стоит обращать внимание поэтому всех вас сердечно прошу посещайте помогать нашим музеям чтобы они не закрывались жили как говорится и передавались из поколения в поколение а здесь уже виднеется дом мамы максимилиана волошина которые звали елена оттабальдовна волошина именно с нее все началось именно она переехала сюда 16-летним сыном и купила участок у того самого юнге когда он распродавал и этот замечательный дом принадлежит ей был он построен в 1908 году и в этом доме вот как здесь написано на табличке останавливались максим рельский марина и анастасия цветаевой сестры валерий брюсов всеволод рождественский платон воронько академик у ссср александр белецкий авиаконструктора или кантонов и другие видные деятели культуры и искусства вообще дом максимилиана волошина это вот дом искусства был там было очень много людей за сезон достигал до 600 человек вот таких вот знаменитых каких-то уникальных приезжали и вносили свою какую-то лепту поэтому когда-то это было прям такое метка культурная мека в крыму и вот она клеточка у дом музей максимилиана волошина график работы друзья сразу посмотрим суббота четверг с 10 до 18 а пятница с 11 до 20 и я не удивлюсь если воскресенье выходной ничего не написано про воскресенье давайте пойдем посмотрим так есть таблички которые ведут нас сюда здесь кстати помимо того что пилястры колонны то все видимо где-то здесь было выкопано вот видите на территории музея еще и выставлены вещи которые когда-то здесь раскопали а вот так кстати выглядел склеп юнги смотрите вот он здесь как раз написано покоился основатель имение коктебель профессора офтальмолог юнги эдуард андреевич видите даже когда-то были колонны после великой отечественной войны склеп разрушен от обстрела немецкими оккупантами на площадке представлены части колонн от склепа вот они как раз вот эти колонны были именно там кстати достаточно большие пойдем дальше 10 и везде указатели все помогает нам касса касса ходится чуть дальше здесь кстати смотрите находится памятник максимилиану волошину вот таким он был босоногим с длинными волосами в рубахе штанах коротких жил не тужил свободный человек цены и график работы музея спасибо мой билетик мне стоил 250 рублей а если вы дождетесь экскурсии с экскурсоводом то вам обойдется он в 400 рублей всего лишь 400 рублей друзья и вы погрузитесь в культурное наследие крыма так ну что заходим внутрь я надеюсь что мне потом удастся с моря зайти и все-таки показать вам дом сна руб уже очень жаль что нет никакого путеводителя по музею поэтому здесь на самом деле можно сутки ходить и разбираться самостоятельно что здесь происходит насколько я знаю это супруга максимилиана волошина и благодаря ей сохранился этот дом потому что после его смерти на все запечатано все как было при в 1924 году дом его станет официальным домом творчества по завещанию поэта его коктебельская дача перейдет после его смерти в собственный союз описателей в 1894 году здесь открывается дом музей волошина являющийся сегодня одной из духовность достопримечательностей крыма здесь находится картины максимилиана волошина на друзья без экскурсии здесь сложно разобраться вид на серию я желтые скалы весна известно что волошин был одним из учеников ивана константиновича и вазовского который посмотрев его рисунки сказал это далеко пойдет одежда идти на сохранилась такая рубаха была прям не знаю даже из чего она сделана как будто из конопли из конопли и огромная трость хитон это называется посох и этюдник вот то с чем он гулял фото обои есть практически в каждом зале и конечно же бюст максимилиана волошина видите свинком и кстати любил свинком гулять вязал их абсолютно из всего вот и собственно усадьба выглядит снаружи со стороны моря вот и золотые ворота золотыми воротами кстати связано много поверьей многие люди там кидают монетку на удачу а вот в крымско-татарском фольклоре это врата в ад следующие залы находятся на втором этаже говорят что есть какой-то тайный кабинет максимилиана волошина которому был пропуск не всем только по особому приглашению и что именно в этом кабинете прятались и красные и белые во время гражданской войны есть какой-то потайной ход но нам его вряд ли покажет смотрите дом строился из каменного бута прям такого тяжелого ведь он прям насыщен металлом и вот обратите внимание какой вид открывался с балкона усадьбы максимилиана волошина конечно же вид на кородах ухты капельки аж сюда долетают давайте зайдем так вот эти прости здесь до продолжения ухты это мастерская мастерская максимилиана волошина это получается здание башня до который находится снаружи и видно а вода мы внутри башни очень красивые стороны здесь еще видите сделаны как дуплексом на второй этаж идет лестница портрет очень интересно это тоже максимилиан волошин вы не знаете кто нарисовал эту картину кто и подарил до волошина в экскурсию проводить да может что-то расскажете что здесь интересного через на что нужно обратить внимание я так понимаю что вот это египетская царица вот напоминала первую супругу Маргариту Васильевну Собашникову он видел в Париже судей ГМЭ это в Берлине где египетские древности туда привезли и он как бы в ее порцию с египетской царицей Тайак и приобрел месяца два проработанного музея и сделал египетскую а что в целом вообще вот это за место а когда полнолуние это в августе в основном и луна именно падает на нее она как будто еще больше чарующий улыбается и оживает все гости ждали этого момента спасибо большое можно подняться выше да не может не разрешаются ух ты здесь видите коллекция книг огромная библиотека вот друзья на втором этаже все самое интересное так вот выглядит все сверху дом конечно уникальный выход на балкон здесь конечно же бюст Александра Сергеевича Кушкина который в доме Волошина конечно же не бывал но проплывал здесь на корабле когда плыл не помню по-моему из Феодосии в грузов он плыл и проплывал конечно же как ты бель и по-моему через три года в 1823 году он сделал небольшой очерк в Вегине Онегине где нарисовал нарисовал те самые золотые ворота а рядом еще и нарисовал чертиков то есть вполне возможно он узнал от крымско-татарского народа о том что люди я не помню там шайтан капу по-моему называется что в переводе чертовы врата ух ты друзья мы с вами заходим прямо на наверх усадьбы елки-палки посмотрите какие молодцы сотрудники что сделали такую прекрасную возможность отлично 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 посмотрите здесь можно посидеть полюбоваться шикарными видами на кородак просто замечательно слушайте какой классный музей всего лишь 250 рублей посмотрите и вы наслаждаетесь просто неземной красотой так напишите в комментариях как у меня реклама проходит музея а нет друзья музей надо сохранять музей надо любить это наше культурное наследие это то что мы оставим после себя нашим детям нашим последующим красота друзья красота не надо дышаться воздух чистейший воздух вкусный отсюда даже видно краешек джоникидзе посмотрите вот он орд джо знаменитый орд джо а рядом находится гора джанку таран вот она как раз тоже сейчас на горизонте я не знаю джанку таран для меня это вообще самая лучшая обзорная площадка в крыму очень красиво друзья я не знаю как описать то что я здесь вижу это просто замечательно еще раз делаем обзор ну и конечно же остановимся на карадаге а можно еще один вопрос вам задать вот по поводу бутылочек которые здесь находятся это все краски отражается все так видно бутылочек так как все таки видно лучше краски некоторые видимо покупали вы делали сами наверное часть все таки красок покупали да а вот эти внизу которые стоят это обычной банки он просто добывал порошок смешивал они же художницы сделали от начала до конца это такое творчество чтобы какой-то мотив картины запечатлить они нагревали и потом там рамки даже для картин сделали все от начала до конца а как вас зовут ярослава ярослава ух ты у вас еще имя такое красивое спасибо вам огромное ярослава спустился вниз а здесь небольшая фото выставка помните я вам ее вначале показывал и решил подойти поближе во первых обратите внимание что обзорная площадка на доме то она всегда была и она была задумана конечно же еще и максимилианом волошиным то есть то время уже люди понимали в толк в этих обзорных видах и наверняка там я не знаю стоял стол ребята там пили вино ведь провожали закат встречали рассвет посмотрите какая красота не было никакой застройки абсолютно маленькая деревня видимо съемка фотографии какой-то общей то есть представьте чтобы раньше сделать фотографию нужно было собраться как-то а вот кстати максимилиан волошин видите на фоне дома супруга очень красивые фотографии ну здесь уже посвежее так я сейчас отправляюсь наружу хочу сделать несколько фотографий ну и вам показать снаружи как выглядит это здание ну еще хочу выразить огромную благодарность ярославе которая нам провела небольшую экскурсию по второму этажу и рассказала надеюсь она посмотрит это видео до не долетит эта благодарность вот друзья мир не без добрых людей как говорится все идем наружу не все потеряно друзья я вижу что строители не закрыли здесь проход на пляж проход к морю нет он конечно же запрещен сто процентов но я думаю увидеть усадьбу нам все-таки получится да да работа здесь почему-то не проводятся сейчас никого абсолютно нет ни техники ни людей почему-то не видно ну вот это то о чем я говорил что скорее всего сроки которые были поставлены в два года конечно же под затянутся вот так выглядит набережная ну а вот и наша усадьба Максимилиана Волошина в которой мы с вами только что были вот туда наверх я залазил только что вместе с вами вот так выглядит та самая башня где находится главный кабинет кстати я не спросил про тот тайный кабинет да забыл к сожалению и вот конечно же в этой башне сидела и читала книжку прекрасная Ярослава вот так друзья хороший вид на кородак волна здесь шикарно бьет вижу что ребята на парусниках здесь хорошо так плавают извини друзья а ты местный ну можно так сказать а вообще работы идут по ну шли а когда как часто видишь здесь рабочих ну не знаю я получается за лето вот лето кончилось не было времени сейчас только заехал посмотреть что ага что-то как будто бы вообще ничего не происходит ну пока да что-то разгребли что-то кабачки посносили ага уже процесс уже процесс вот как большой большое дело что кабаки разбирают да согласен ну как бы расчет на два года то есть по идее должно закончиться в двадцать пятом году финансы когда еще заложены на это дело в семнадцатом и шестнадцатом году они есть и все это будут делать понятно спасибо большое вот так ну говорит какие то работы идут главное что кабачки горит в смысле вот такая красота здесь прячется смотрите эй сидит он прям как будто шархан такой злой немножко спи друзья посмотрите где это происходит все так а вот там ребята рисуют красивые картины господи что за контент у нас сегодня сладкий музей волошина художники молодые я не вижу следов работы на набережной погуляем по разбитой набережной коктебеля за впечатлим этот прекрасный момент исторический девочки рисуют кородак здрасте а можно поснимать ваше творчество а вы учитесь или уже умеете да а торопитесь достаточно и м и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я, честно говоря, уже даже не рассчитывал, что вообще лодки куда-то плавают. Ехал вообще на пляж. Смотрю, подходит, вот думаю, надо ехать. Водичка теплая еще, да? Да, люди купаются. Сейчас будем идти до угла. Немножко может побрызгать. Надо прятаться. Нас прятали. Продолжение следует... Всем здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Значит, Коктедельский залив находится между двух кусок. С правой стороны это мыс Мальчин, в переводе с турского мыс Пастуший. С левой стороны это мыс Кикаклома. В подложе мыса Кикаклома находится поселок, называется он Аржуникидзе. Старое название поселка Бубновка. Назван он так был в честь адмирала Бубнова. В советское время на территорию этого поселка попасть было без спецпропуска невозможно, так как на его территории находится завод по изготовлению торпед. Ну, сейчас завод не действует, поэтому свободный доступ. А бухта двухъякорная, которая находится за мысом Мальчин, использовалась как полигон. Значит, Карадаский заповедник был организован в 1979 году, 8 августа. Наивысшая точка Карадасского заповедника – гора Святая, покрытая лесом. 574 метра над уровнем моря. Это которая правее, да, получается? Это вот. Да. Есть. Так это гора Святая. Проплываем, друзья, рядом с Карадагом. На самом деле, вести съемку очень сложно, потому что большая волна сильно качает катер и закидывает воду. Я практически весь мокрый. Я вернусь от Даликового пухта. И, конечно же, не хочется, чтобы аппаратура... Средний Средний Даликовый пухтный отделяет мысль спокойно. Вот он перед нами. Промокло. Смотрите, здесь какая красота. Как она скачает. Ага. А за что? Ух ты. Вот скала черта палец. Пухтка огромная. В форме короны. Сказали только, что много людей пробовало туда залазить. И залазили, а слазили оттуда не самостоятельно. Друзья, конечно, красота неописуемая. Но надо выбирать все-таки погоду, чтобы волны было меньше. А вот это, кстати, бухта, где любил отдыхать задорно. Друзья, да, да. А вот она в... Вот с нее открывает нам скала Парус. Надутая юго-западным ветром. Вот она перед нами. Чем она знаменита? Она воспета в песнях Высоцкого, в стихах. Марии Цветаевой, Пушкина, Волоши. Пухтка Параски. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что если есть у кого мелочь приготовьте, когда будем проходить сквозь арочку, бросаем монетку, чтобы обязательно ударилась об одну из стенок золотых пород. Загадываем желание, но никому не рассказываем. Вот, друзья, то ради чего... Тихо-тихо-тихо. Так что, ребята, поняли, да? Железные бросают в море, а бумажные на камень. Такую волну мы еще пройдем внутри. Вот они, друзья, знаменитые золотые ворота. То ради чего я сюда приехал. То, что вам обещал, то вам и показываю. Слушайте, сегодня прям удачно все сложилось. Все увидел, все посмотрел. И вам показал... Класс! Вот они, знаменитые золотые ворота. Мы с обратной стороны будем, да, заходить? Ой, класс! Все, мы еще и против солнца будем заходить. Наслаждаемся, друзья. Просто наслаждаемся. Вон, первая группа уже прошла внутри. Сейчас мы будем заходить. Ребята, свиститесь, все сюда подъезжаем, в корме. Чуть-чуть. А-а-а, не забывай. Так. Класс. Вы еще испугались? Я думала, что это я. А карадахский змей есть? Конечно. В гребущем угроте живет. Я понял. Да, ребята, кстати, недавно, Слава и Юля, с канала Крым глазами местных, выкладывали видео, где сняли что-то похожее на карадахского змея. Выложили это все в СМИ. Вау! Заходим, друзья. Загадываем желание, все вместе. Раз, два, три. Друзья, загадываем. Надеюсь, вы успели загадать. Ну и все. Цель на сегодня выполнена. Все. Ну вот, начался наш путь обратно. Здесь уже можно, конечно же, насладиться красотами. Спящего вулкана Карадах. Надеюсь, вы все успели загадать желание, когда мы проплывали с золотых воротов. Всем рекомендую однозначно эту прогулку. Только обязательно выберите время, когда волна потише. Желательно приехать сюда с утра, в часика в девять утра, в восемь. Тогда море то, что надо. Ну и, конечно же, солнце освещает тогда все вершины вулкана Карадах. В общем, класс, интересно. Вот идем на берег, как говорится. И встретимся уже там. Все вон счастливые, девочки мокрые, ребята довольные. Идем. Где начал свой путь по морю, там же, друзья. И заканчиваю. Все. Вот так удачно я сюда заехал, на эту лодочную станцию. Обязательно геолокацию оставлю в телеграме, поэтому обязательно на него подписывайтесь. Прогулка стоила тысяча рублей. Плыли вот мы вот на этом кораблике. Шарк называется. В конце еще дядя Саша там красиво газонул. В общем, было интересно. Классная прогулка на вулкан Карадах. В завершении нашей прогулки, друзья, я решил показать вам еще одно место, которое находится в окрестностях Актабелии. Это, конечно же, мыс Хамелеон. Мне не удалось его покорить. Но мой партнер и друг Вячеслав туда-обратно пробежался. Поэтому это реально. А мне как-то страшновато немножко, не знаю. Поддаюсь эмоциям, начинает голова кружиться. И не могу туда пройти, к сожалению. Ну, красавец Хамелеон, друзья, для вас. Ну и, конечно же, закат. Закат хоть сегодня и не тот, к которым мы привыкли с вами. Не те закаты, которые я вам показываю из Севастополя. Тем более, видите, еще нагнала туч немножко таких непонятных. Ветровых причем, да. Потому что синоптики нам говорят о том, что впереди нас ждут похолодания. Порывистые ветра, ураганы и, конечно же, шторма. Поэтому нам сегодня просто шикарно повезло, что я успел приехать в Коктебель. Поснимать, во-первых, для вас поселок. И, конечно же, круто, что мы с вами сплавали на Золотые ворота. Хоть немножко неудачно, я считаю. Нужно обязательно это повторить. И в лучшем случае где-то на закате. Ну, либо с утра. Но все равно цель достигнута. Поэтому круто. Все, на этом прекрасном моменте. На фоне прекрасной Коктебели и заката, друзья, я с вами буду уже сегодня прощаться. Очень надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя прогулка. Не забывайте ставить палец вверх, писать свои самые пламенные комментарии. Для меня это дороже золота, друзья. Всех вас нежно обнимаю до хруста и жду встречи с вами в новых роликах. Красота же.